В эти дни столица Чуваши отмечает 548-летие. Всем известно, что возраст Чуваксара считывается от первого летописного упоминания. В 1469 году здесь останавливалось на ночлег войск Ивана Грозного во время похода на Казань. С 1455-го Чуваксары вошли в состав российского государства. Тогда же архиепископ Гурий заложил здесь Веденский собор и осветил будущий Кремль. Собственно, об этом знают все. Часть постройок в бывшей крепости все-таки сохранилась. А вот что было потом, как развивался и застраивался город дальше, попробуем выяснить. В Чуваксарах было всего два собора. Первым действительно был Веденский, поскольку он считался главным и считался первым собором. А вот второй собор – это Никольский собор или Николаевский, он же Предтеченский собор. Это старая главная церковь бывшего когда-то здесь Николаевского женского монастыря. Ну, как известно, Чуваксары старше своей официальной истории лет на 150-200 как минимум. Если говорить о том периоде истории, который ведется с строительства крепости, то Николаевский женский монастырь появился практически одновременно с крепостью. Это произошло, как считают историки, после подавления очередного восстания местного населения в 1584 году. Именно тогда, как считается, и был вот на этом месте построен Никольский монастырь. Первоначально он был деревянный, а затем в XVIII веке, по другим данным, еще в XVII веке появился здесь каменный храм, который и называется Николаевским собором. Николаевский монастырь, он известен прежде всего эпизодом, который связан с историей смутного времени. В 1601 году сюда была сослана бабушка основателя династии Романовых, Михаила Федоровича Романова, Мария Шестова. Именно она привлекала и привлекает до сих пор внимание историков к этому месту, к этому Николаевскому монастырю. Но если говорить о самом монастыре, то это был девичий монастырь, безводчинный, то есть достаточно бедный, и монахини питались в основном за счет рукоделия и милостыни доброходных подателей. То есть в их, как бы сказать, недостатка в них никогда не было. То есть всегда были люди, которые были готовы вложить свои личные средства в благолепие, то есть в украшение этого монастыря. Монастырь этот известен тем, что он пережил многие события, катастрофические, громкие события истории России. И смутное время, и более поздние события, такие как Вторая смута, имеется в виду Гражданская война, и связанная с ней революция и Гражданская война, а также и Первую мировую войну, ну и многие те беды, которые свалились на историю нашего государства. После того, как в 1920 году была прозглашена Чувашская автономия, а город Чуваксары стал столицей, то в городе стал наблюдаться острый жилищный кризис, то есть не хватало зданий, помещений для государственных учреждений, для новых культурных объектов, в конце концов для населения, прибывающего сюда. Поэтому пришлось даже уездные учреждения отправить в Мариинский посад, чтобы освободить под их помещения, под областные. И церкви точно так же на них смотрели, как на помещения, в которых можно было разместить какие-то культурные объекты, детские, образовательные и так далее. Поэтому церкви массово их перепрофилировали, перестраивали под детские дома, под пионерские клубы, дома детского творчества и так далее. Прямо напротив Никольского монастыря одна за другой размещались церкви Михаила Архангела и Параскева Пятницы, о которых ходило немало легенд и домыслов. Людей очень занимало, почему в двух шагах друг от друга стояло два практически одинаковых храма. Действительно, вот эта близость и похожесть внешне вот этих двух церквей, она вызвала легенду. То есть существует такая легенда, что два брата поссорились между собой и один из них решил никогда больше не входить в один храм со своим братом и построил для себя через дорогу точно такой же по внешнему виду храм. Вот такая легенда существует, но она не имеет, конечно, исторического обоснования. Более старая часть города не сохранилась. Почти все прошлое скрыто на дне залива. Повезло только западному Косогору. Впрочем, сейчас это уже под вопросом. Вполне вероятно, мы встретили тут последних туристов. Вряд ли кому-нибудь будет интересно любоваться заливом и городом, когда кафе достроят. Ведь его можно было поставить на несколько метров левее. Но такова история. На смену старому всегда приходит что-то новое. Лишь потеряв нить времен, мы спохватываемся и начинаем восстанавливать память. Парадокс. Но именно здесь, на улице Сеспеля, и находится большая часть реконструированных зданий. К сожалению, многие здания, которые когда-то украшали город, утрачены. Однако есть возможность при современной технологии восстановить их облик. Благо, сохранились обмеры, чертежи. И вот здесь мы видим два уже реализованных таких проекта. Это дом Кузьмы Кадамцева и дом Игумновых. Дом купца Игумнова, которые восстановлены. Здесь же планируется восстановить так называемый дом Зелейщикова. Вот я хочу о нем немножко рассказать, чтобы сразу исключить возможность, чтобы ошибка с его названием продолжалась. Дело в том, что этот дом никакой не дом Зелейщикова, а дом Алексея Егоровича Кадамцева. Был такой купец, очень известный в свое время Чебоксар. Родился он около 1690 года. Умер в 1774 году. Это был один из крупных торговцев, богатых людей Чебоксар. Он имел кожевенный завод, торговал салом, имел солодовенный завод, торговал также хлебом. Вывозил это все в Петербург, Кострому, имелся у него винный завод. Он вывозил вино на кружечные дворы поволжских городов. Так вот, именно этот Алексей Егорович Кадамцев построил, как считается, в 1730-е годы дом в Кожевенной Слободе. Слобода эта располагалась там, где сейчас стоит монумент матери, вот по реке Чебоксарке. Кожевенной называлась она потому, что здесь стояли кожевенные заводы. Когда-то Чебоксары были центром кожевенного производства и поставляли высококачественную кожу, юфть, к Санкт-Петербургскому порту, где ее вывозили за границу. Так вот, здесь и находился дом Алексея Егоровича Кадамцева. Что можно сказать о этом человеке? Ну, также известно, что он был один из благотворителей, богатых купцов, которые в 1720-м году построили Покровскую церковь. Она находилась на базарной площади Чебоксар, то есть была хорошо известна, сохранилась, к сожалению, только на фотографиях. Сейчас на ее месте располагается залив. Когда в 1758 году произошел крупный пожар, эта церковь также пострадала. И Алексей Егорович Кадамцев выделил средства на восстановление иконостаса и живописи этой церкви, поскольку являлся ее прихожанином. Ну, дом являлся достопримечательностью города. Он был двухэтажный, каменный. Нижний этаж занимали хозяйственные помещения, а верхний являлся жилым. Дом этот простоял до конца 70-х годов и был разрушен, уничтожен во время подготовки ложеводохранилища. Последними владельцами были две женщины, уроженки, которые происходили из рода Слугиных. Одна из них – Александра Флегонтовна Зелейщикова. Дом этот получил название «Дом Зелейщикова» по недоразумению, скажем так. То есть, видимо, понравилась фамилия Зелейщиков, что-то напоминание о древности. На самом деле, Александра Флегонтовна, она, как бы сказать, конечно, родилась в Чебоксарах, но вышла замуж она за тотемского мещанина Зелейщикова, о котором мы знаем только то, что он являлся ее мужем. Даже имя его неизвестно. Конечно, он никогда здесь, в Чебоксарах, не был. И дом этот, как бы сказать, к нему не имеет никакого отношения. Называть его нужно «Дом Алексея Кадымцева». Короче, все просто. Домов Кадымцевых после реконструкции будет два, но путать их не стоит. И называть один из них «Домом Зелейщиковой» тоже. Если мы спустимся с улицы Сеспеля, бывшей Второй Соборной, по улице Свердлова, бывшей Веденской, то попадем в Трубный овраг, а через него на улицу Герцена. Точнее, мы попадем прямиком в прошлое, потому что это самая старая сохранившаяся часть города. Люди, живущие здесь, считают время не годами, а поколениями. У меня четвертое поколение. У меня тоже четвертое поколение. Восьмое поколение. Нет, восемь поколений у вас. Восемь поколений всего здесь живут. Ну да, восемь поколений. А вот восьмое поколение, вот они. Вот восьмое. Нина Сергеевна Якимова, на улице ее зовут по дедушке Хрусталевой, самый авторитетный краевед. История рода подкреплена документально. Коллекция семейных фотографий за последние 130 лет впечатляет. К тому же Нина Сергеевна хорошо помнит рассказы своих предков. Знаете, по имени купца Слюзова, этот купец, он вообще-то не был чебоксарцем. Он был казанским купцом. Но, видимо, имел свое дело здесь, продавал товары. И вот фамилия его была Слюзов. И почему-то вот по имени его назвали нашу улицу. Слюзовая гора, прям так она и называлась. Вот 31-й дом, вот ниже здесь, там жил адвокат Назаров. У него даже контора была выше. Дом здесь стоял, а контора была выше. Адвокат Назаров. Потом, значит, кто... Ну, у нас здесь вот в наше время уже жил священник жил. Вот где вдовичи живут. Вот, отец Аркадий звали его. Колоколитное производство было вот здесь вот, ниже Трубного оврага. Вот там было. Вот. Я вот не помню, конечно, купец какой-то там занимался вот этими колокольчиками. Вот эти колокольчики по всей России двинели бубенцами. Вот было такое. И даже в земле находили. А вот эти вот приспособления для литья, вот этих колокольчиков. Тигли, по-моему, они назывались. Да. А еще, значит, вот мы много очень... Были каменные сараи, вот, видимо, для складирования продукции. Даже на нашем участке, когда мы копали землю, там, ближе к оврагу, очень много кирпичей выкапывали. И кирпичи такие добротные, старинные. Вот это я знаю. Трубный овраг – это, в общем, там селился бедный люд до революции. Домишки такие были, ну, неказистые, бедные, потому что средств не хватало. Там народу жило очень много. Вот, даже при мне вот жили. И этот трубный овраг расселили уже в 80-х годах. По сравнению с трубным оврагом, публика на Слезовой горе была более состоятельной. Купцы, служащие, священники. Мне дочка прибежала и сказала, мам, почему наша улица называется улица Куркулей? Я так и удивилась, думаю, почему ты, откуда ты взяла? Да я, говорит, была о том своей подружке, там, Наташа, допустим, да, я уж не помню. Она сказала, мама, я спросила, ты, вы где живете? Я говорю, живу на Первой Герцине. А, улица Куркулей. И вот я задумалась, почему называлась улица Куркулей? А вы знаете, я потом сравнила, вот на этой улице были очень такие добротные дома. Улица была длинная, она выходила на главу, вот тот конец верхний выходил на улицу, вернее, вот где у нас университет, главной корпус, а нижняя часть к зеленому базару. Там задняя часть была, вот туда выходила, представляете, какой длины. И мы улицу свою делили на три части. Нижняя часть, средняя часть, верхняя часть. Вот верхнюю часть я не знала, но вот там дома очень крепкие были. В нижней части была там тоже, там и у нас магазинчик был, может, и раньше купцу, как он принадлежал, потому что постройка была такого крепкого, ну, такого дореволюционного кирпича. После революции социальное неравенство сгладилось, и дети со Слюзовой горы дружили с детьми из Трубного оврага. Можно сказать, что на довоенные годы пришелся первый строительный бум в Чебоксарах. Город менялся на глазах. Одновременно с Домом Совета встроились глазная больница на улице Сеспеля, здание сельскохозяйственного института на улице Володарского. Да-да, именно это. В 20-30-х годах в моде был стиль конструктивизм, в основном, конечно, из-за недостатка средств. Уложиться в смету можно было только при отсутствии каких-либо украшений и архитектурных элементов. Правда, уже в середине 30-х, когда жизнь наладилась, внешний вид этих зданий перестал удовлетворять развивающиеся эстетические запросы. У меня там жил одноклассник. В конце нашего огорода там жил одноклассник. Потом, значит, у меня еще с девочкой я дружила. Я училась в А-классе, она в Б тоже жила в Трубном овраге. И вот мы с ней через лестницу, вот это там была такая крутая лестница, мы бегали, ходили в школу. Оттуда было, казалось, ну, оттуда короче. А отсюда вот, а отсюда было дальше. По-моему, так, мне показалось, что отсюда дальше. И мы с ней вот через овраг, овраг крутой, ой, лестница такая, вот ходили туда. Эта часть города была достаточно густо заселена. На карте значились несколько улиц, штук пять переулков, да еще овраги сразу три. Евгения Вдовичева, приехав с родителями из Звенигова в 1950 году, сразу обратила внимание на пересеченную местность. В Звенигово это поселок такой был, очень такой, я там росла. Там сосна, песочек чистый, залив там был. Затон. Затон, да-да-да. И это, приехали сюда, а тут горы, вот эти овраги. Овраги, мы что-то ходили, ходили. Нам это, здесь у нас никого знакомых не было. Извиники. И казалось как-то, ну, интересно вообще-то. Но мы устали, устали, другая обстановка. А вообще потом, когда стала жить, мне тут нравилось. И вот из Москвы приедешь, и мне кажется, что у нас спокойно, хорошо, там суета. Ну, Чебоксары, конечно, раньше Чебоксары больше природы было. А сейчас вот камнями зарастает, этими большими домами. И загораживает пейзаж. Тут вот и почта была. Говорили, что это художник Сверчков в проекте делал вот этой почте старой. Старые почты, магазины, тут площадь, избиркасса, все там были. Детский парк. А еще совсем рядом с домом был детский сад, куда ходили все дети с улицы Герцена. Размещался он в глубине парка в старинном деревянном особнячке. Сейчас на этом месте непролазные заросли, но старожилы помнят. И дом, и парк остались от купца Дряблова. На нашей улице есть большая достопримечательность. Вот этот парк, его посадил купец Дряблов. Может быть, вы слышали такую фамилию? Воспитатели хорошие были. Такие домашние. И вообще все там было хорошо. Как дома. И сад большой. С вишнями. В вишнях там прятались. Они нас потом выгоняли там. Как цыплят из кустов. И очень большой погреб огромный был. Там лед хранили до... Прям летом был лед. Там хранили продукты какие-то. Помню, там... Она, мой воспитательница, говорила, не ходите туда, простудитесь. Там лед, снег. Интересно. На коняшке возили еду нам. Вот. И вообще все на коняшке. Орлик такой был. Мы его прикармливали. Сегодня от длинной и предлинной улицы осталась лишняя большая часть. Современность наступает на старину со всех сторон. Но пока прошлое еще с нами, давайте пользоваться каждой минутой, чтобы прочитать все следы истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова